Все-таки немножко накладывается расписание матчей, и все матчи, к сожалению, полностью показать не получится. Забивает тем временем Пупс. Не удалось все-таки выйти вперед. Еще раз смотрим этот навес. Да, прекрасный навес, и замыкает там нападающие команды. Ну что ж, поздравляю, я останусь с хорошим дебютом в этом поединке. То, что удалось уже на первых минутах матча отличиться дальше. И удар гол! Гол, Астана забивает второй мяч, и это, пожалуй, прекрасно. Он и лидер этой Астаны. И в этом матче он это наглядно доказывает. Хотя, конечно, Томасову было бы неплохо еще и гол забить. Я напомню, что стоит Томасову еще забить 1-2 мяча, и он станет лучшим бомбардиром на стадионе республиканской имени Вазгена Саркисяна. И там мы непосредственно узнаем, сможет ли Кайрат пробиться в раунд в Лиге Европы, либо команда будет играть в Лиге Конференции. К сожалению, один гол Купс отыгрывает. И, если я не ошибаюсь, как раз-таки вышел вышедший на замену бразилец Ранжел. Ну, что хочу сказать, что, конечно, оборона Астаны в этом моменте сыграла очень небрежно. К сожалению, пропустили. Контр-атака Астаны. Привет, Стандув, привет. Так, атака Астаны очень хорошая. Удар с левой ноги. Го! Шедевр! С левой ноги Тигран Парсигян. Да, согласен я с тобой, Иван. Я, кстати, тоже обжегся. Я помню, было это в 2019 году. Был матч Ювентус-Аякс. И нажимаете три точки. Качество, другое. И выбирайте, как минимум, 720p, чтобы, по крайней мере, смотреть матч хотя бы в каком-то более-менее приятном качестве. И, к сожалению, вот о чем я и говорил. Упс, забивает второй. По гол плюс пас. Томасов на сегодняшний день без конкуренции. Он лидер Астаны. 68 у него голов. Да, верно подмечено. За Минское Динамо Бичрай тоже играл. 42 игры, 19 голов он забил в 2015 году. Еще одна подача. И, к сожалению, Копио. Копио счет сравнивает. Но что ты будешь с этим делать? Мое мнение, что, конечно, ошибся Андрей Тихонов именно с такой тактикой. Нельзя весь второй тайм сжаться к своим воротам. Забила Астана третий гол. Но после этого, мне кажется, нельзя было так трусливо прижиматься к своим воротам. Да, если так и останется еще 3-3, то будет дополнительное время. Но если... Но, по-честному, я, кстати, хочу сказать, что вот то, что отменили правила выездного ГВА, это, конечно, хорошо. Но плохо то, что Астана вот продолжает обороняться. Посмотрите, насколько трусливо играет команда. И четвертый мяч. Ну, как же так? Объясните мне, ребята, как же так? Совсем перестала играть Астана после третьего забитого мяча. На 58-й минуте забил Тигран Барсигян третий мяч. И, казалось бы, все, Астана владеет инициативой. И буквально после того ГВА Астана перестала играть в футбол. Астана бросила играть. Команда стала прижиматься к своим воротам. И вот, пожалуйста, результат на табло. Ну, как можно было так выносить мяч? Объясните мне. Реально вина защитников. Ротарь, конечно, здесь ничем не мог помочь. Но Астана сама виновата. Бросил играть. Бронзовый призер чемпионата Казахстана прошлого сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова